Добрый день! В эфире передача «Вторые руки» и я, ее ведущий, Павел Орлов. Это две российские лошади, надежные. А вот насколько окажется надежными 90 механических российских, мы узнаем прямо сейчас. Сегодня в программе ВАЗ-2112 2004 года выпуска. Она ломается регулярно, скажем так. По расписанию? Можем сказать, по расписанию, да. Что изменилось со времен первых «Жигулей»? Двери, конечно, в автомобиле по принципу не зайти, не выйти. Большие щели – это преимущество. Для кузовного ремонта это, конечно, большой плюс, потому что мастеру-кузовщику не особо придется напрягаться. Подгонять детали. Вместе с кнопочками разбирается и вся приборка. Сколько нужно вложить в этот автомобиль, чтобы выгодно его продать? Однажды, когда у одного из бывших руководителей автоваза спросили, с чем можно сравнить их продукцию, он, немного подумав, ответил – ну, разве что с «Мерседесом». И сегодня у нас в гостях человек, который не только сравнил, но купил и продолжает ездить. Илья, добрый день. Добрый день. Где же ваш автомобиль? Сюда очень тяжело заехать. Автомобиль припарковал в кустах. Пойдемте посмотрим его. Пойдемте. Вот ваш мой автомобиль. У вас 21.12. Верно. Ну, поехали. Поехали. Илья, ну расскажи, как получилось так, что ты купил эту машину? Ну, исходя из суммы, которая у меня была на тот момент, я посчитал, что этот автомобиль самый, так скажем, достойный. А во сколько она, получается, вам обошлась? Я ее покупал за 155 тысяч рублей. А какого года машина? Машина 2004 года выпуска. Соответственно, уже инжекторный двигатель? Да, естественно. Двигатель. Объем 1,5 литра, 90 лошадиных сил, 16-клапанный. Обычный жигулевский двигатель. А по двигателю можешь что-то еще подробнее рассказать? Были ли какие-то неприятности, там, ремонты? Проблемы, да, конечно, возникали, но это, скажем так, из-за моей вины. Вовремя не был поменен ремень ГРМа и порвался. На 16-клапанных движках, на этой модели, если рвется ремень ГРМ, то загибаются клапана. Но мне, можно сказать, повезло, у меня загнулось всего там два клапана. Вот. Это ремонт стоил приблизительно где-то тысяч пять с заменой. Долларов? Рублей, конечно. А сколько на дометре уже? Сто пятьдесят пять тысяч. А выезжал из Москвы? Да, я на ней ездил в Рязань, в Смоленск, в Владимир. Машину за всю дорогу ни разу не подвела. Расход топлива маленький. А сколько? Ну, на трассе где-то 6-7 литров. А в городе? Ну, а в городе литров 10. Я знаю, у тебя размечен спидометр до 200 км сгонял? Максимальная скорость 175 км в час. А ограничителя есть? Нет, ограничителя нет. Получается, что ее можно разогнать, в принципе, до 250? Конечно, можно, но не стоит, потому что страшно. А сколько лет за рулем? Стаж вождения один год. То есть машину, получается, купил недавно для того, что, я так полагаю, научиться водить и получить какие-то элементарные навыки обслуживания, так? Да, конечно. В чем один из плюсов Жигулей, скажем так, машину не жалко. Она довольно-таки дешевая в обслуживании. Да, и у меня было несколько мелких аварий. Ремонт обошелся абсолютно недорого. Вот, допустим, там, посарапал капот. 4 тысячи рублей, да, с покраской, с установкой, да, со снятием. Следующий автомобиль будет иномарка, конечно. А почему? Чем не устраивает? Качество сборки автомобилей наших очень не устраивает. Что гремит там, что скрипит, что жужжит? Да, скрипит все. И панель скрипит. И еще чем не нравится машина, тем, что она ломается регулярно, скажем так. По расписанию? Можем сказать, по расписанию, да. То есть раз в месяц она стабильно, у нее что-то где-то вот приходится ремонтировать. Илюх, думаешь о том, чтобы продавать автомобиль? Да, Паш, ты знаешь, собирались в ближайшем времени продавать машину. И хотелось бы узнать, какие у машин недостатки и за какую цену я могу ее продать. Так это наша специализация. Мы вам в конце программы расскажем, сколько стоит ваш автомобиль, сколько денег нужно, чтобы устранить недостатки и потом выгодно его продать. Ага, вот как выглядит новый инжекторный 16-клапанный полуторалитровый двигатель от Lada. Только непонятно, зачем вот этот вот кожух защитный. Судя по болтам старым, мы их уже снимали. Да, снимали сервис, забыли прикрутить, точнее потеряли болты. Да, и пришлось прикрутить то, что было. Мне кажется, здесь места хватит, чтобы поставить еще один такой же, ну где-то рядом. Так, а это у нас воздушный фильтр, да. Почему-то он не зафиксирован и легко, очень доступно, так скажем, поднимается, опускается. Да, Паш, это вот в сервисе такие ребята у нас делают. Так, ненавязчивые... Не смогли прикрутить. Ненавязчивый русский сервис, я понимаю. Замечательно. Так, а этот бачок у нас очень странно стоит, на мой взгляд. Ну, может быть, это только мое субъективное мнение. Для того, чтобы он не оторвался во время движения, его закрепили еще и каким-то ремнем. И, видимо, в самый последний момент его, вот, успели, поставили на конвейер. Дальше, следующий. А вот, смотрю, у вас пыльно здесь так, принципиально не моете? Да, принципиально. Зачем ему? Жигули, действительно. Ну, судя по вот этим ярким примерам, российский сервис, к сожалению, не справляется с обслуживанием новых автомобилей российской сборки. Поэтому давайте пройдемте в салон, может быть, там нас порадует что-то большее. Первое, что бросается в глаза, это консоль, которая повернута к водителю, прям как в BMW. И я считаю, что это достаточно удобно. Так, руль у нас... Гидроусилитель сломался, да? Нет, гидроусилителя нет вообще. Нет вообще? Да. Это неудобно. Это... А руль регулируется по высоте? Да, руль регулируется. Неожиданно. Даже регулируется. С характерными звуками, но регулируется. Главное, что работает, правильно? Правильно. Так, вот эти миниатюрные кнопочки, которые включают у нас... Это габариты и ближний свет. Достаточно удобно расположены. А это у нас... Это регулировка фар. А я думаю... По высоте, вверх, вниз. О, как. Как рунамар. Дисплей у нас очень информативен. Здесь только то, что действительно нужно. Коробка переключения передач у нас механическая, пятиступенчатая. Вас, кстати, не пугает то, что первая и задняя расположены очень близко? Нет, ну, поначалу иногда промахивался, а потом привыкаешь. Главное на светофорах этого не делать. Электрорегулировка зеркал у нас? Электро нету, есть обычная ручная. Ну, зато есть. Давайте-ка сделаем воздух попрохладнее, а то что-то жарко. Нет, это когда в сервисе ремонтировали машину, поставили неправильную приборную панель, и теперь все наоборот. А, то есть, когда включаете холодный, дует горячий, а когда горячий, то дует холодный? Верно. А я вот слышал, что на Жигуле есть такая беда, ручник, когда тросик растягивается, он уже потом не работает, собственно. У вас как с этим? Нет, у меня с этим все в порядке. Ручник работает, хорошо работает. За год ни разу не менял? Нет. Так, я же все думал, что же это за НЛО тут изображено на этом датчике? Это, я так понимаю... Бортовой компьютер. Бортовой компьютер. Так, ну, что-то у нас двери не горят, но давайте попробуем, заведем. А что-то он не загорается, или? Ну, он живет свою жизнь, он когда горит, когда не горит. А, вот как, все, понял. Кстати, время у вас, по-моему, торопится. На моих сейчас 12. Это время будущего. Понятно, без комментариев. А сколько подушек в этой машине безопасности? Здесь все зависит от водителя. Ну да, здесь действительно, ну нет, позвольте поспорить, здесь не все зависит от водителя, далеко. Многое. Многое, да, но не все. А, кстати, как работает сидение? Тут какое-то есть чудо-весло. А, нет, это педаль. Это не педаль, Паш, это рычаг. Так, как рычаг? Его поднимаешь и регулируешь сидение вперед-назад. Вот как это делается теперь. Так, а регулировка спинки? Крутилочка. А, крутилочка есть, да? Да. Эх, было и 90-е. Слушай, ну, все те же, все те же, да. Приходится применять немалую силу, чтобы привести это в обратное положение. Здорово? Мне нравится. Мне тоже. Так, а, кстати, смотрю, магнитол у тебя нештатно. Это, наверное, судя по предохранителю под капотом, имеешь что-то из звука в багажнике. Да, там сабвуфер, усилитель. Давай посмотрим. Давай покажу. Давай, конечно. Так, ух ты. Ну, тут у нас сабвуфер, конденсаторы и усилок. Давай услышим, как это звучит все вместе. Давай. Нормально качает. Выключай. Слушай, смотри, у тебя большая канистра с тасовым, с антифризом, да? Да. Частенько приходится заливать, видимо. Да, часто заливаю. Ладно, а где тут ручка у тебя в опускании? Ручки нету, это же «Жигули». Как ты и сказал. Кстати, с минуты на минуту должны подойти мои коллеги. И вот, собственно, и они легкие на помине. Саша и Саша. Здравствуйте. Привет. Привет. Илья. Привет. Привет. Александр. Стаж вождения 15 лет. Мастер-приемщик в Большом автотехцентре города Москвы. И хотя через его руки прошло более 5000 автомобилей, сам он личный автомобиль часто менять не любит. Александра. Водительский стаж 4 года. Закончила курсы водительской подготовки Цыганкова, курсы контраварийной подготовки и школу повышения водительского мастерства BMW. Свободное время посвящает дрифту. Сегодня на гостях у нас Илья и его ВАЗ-2112. Мы уже машину осмотрели. Предлагаю вам это сделать. Приступайте. Ну что, пойдем удивляться? Да. Ты как всегда внутри, я снаружи? Конечно. Так, ну что, начнем осмотр задней части автомобиля. Очень туго закрывается дверь в машине. Так легко ее не захлопнешь. Ну, сразу же бросается в глаза весь потесанный, покоцанный бампер. Бампер, конечно же, получил немало ударов. Покраска его однозначно. Фары от колота. Нужно менять по-любому. Ну, сразу же бросаются заводские огрехи, а именно щели, в которые аж пролазят пальцы. Для кузовного ремонта это, конечно, большой плюс, потому что мастеру-кузовщику не особо придется напрягаться, подгонять детали. С такими щелями можно ставить и кривость, и накость, как только угодно. Подгонять здесь мало что придется. Что можно сказать по поводу? Тут, в общем, ситуация такая, что вытаскиваются абсолютно все кнопочки, вообще, абсолютно без каких-либо усилий. То есть, если вам очень скучно в пробке, вы можете разобрать свой автомобиль, ой, разобрать свой автомобиль и собрать его снова. Вместе с кнопочками разбирается и вся приборка. Тянешь за кнопочку, отходит абсолютно все. Дверь. Открыть дверь достаточно проблематично. Да и доводчик тоже сложный. Ну, как я говорил, уже щели настолько большие, что даже видно крепеж. Саморезы какие-то непонятные, клевки. Ужас. Дверь, судя по всему, красилась, потому что отколотая краска обнажила грунт, предыдущую шпаклевку. Ну, видимо, опять придется то же самое делать. Ремонт и покраска этой двери. Очень маленькие и миленькие педальки. Такие, прям как вот в игрушечных машинках. Может быть, для девушек-то и удобно, но на самом деле я себе плохо представляю, как мужчина с огромным размером ноги нажимает на эти крошечные педальки. Не знаю. В машине все просто, все дешево. Дешевая обивка, дешевый пластик, который еще и, как и во всех российских машинах, очень сильно громыхает, все это скрипит. Зимой это все начинает еще хуже скрипеть, грохотать и так далее. Жалко, на камеру это не видно, но цвет передней правой двери и крыла отличается. И достаточно сильно. То есть дверь уже, видимо, побывала в покраске, либо она заводская, соответственно, красилась та. Я в свое время не купила себе отечественный автомобиль. Просто потому, что я знаю, что они вот гремят, скрипят, трещат, ехать они не едут. Капот отличается от крыла и очень сильно. Видимо, его красили. И красили достаточно плохо. Я не знаю, насколько это видно на камеру, но ржавчина пошла под краской. То есть краска стала вздуваться. Сюда, конечно, лучше поставить мухобойку пластиковую, чтобы это защищать от встречных камней. Дабы не было сколов и последующей ржавчины. Зеркала нет ни в одном козырьке. Торпеда достаточно большая и плоская, и на нее можно класть много всяких разных мягких игрушек, что многие делают. В плане кармашков подлокотника нет. Рамка лобового стекла вся пошла в ржавчину со сколами на крыше, которые тоже начали ржаветь. То есть крыша вся пошла. Стекло надо однозначно снимать, защищать всю ржавчину. Уж не знаю, насколько она глубоко там проелась. Ну и, соответственно, красить крышу. Здесь, в принципе, класть ни телефон, ни сигареты, ни какие-то документы, кошельки тоже некуда. Есть вот что-то такое. Наверное, это должно было быть пепельницей. Но как-то что-то, номер не удался почему-то. То есть какие-то ужасные зазоры большие, да и все куда-то проваливается непонятно куда. В общем-то, здесь кармашечка нету тоже. Здесь предусмотрено одно место только для магнитолы. Водительская дверь очень сильно отличается. Красили ее достаточно качественно, потому что и лак, и краска лежит очень ровно, без какой-либо шагрения, который присущ именно заводской покраске. Так называемой чешуи. Маляр, видимо, очень хорошо отнес к своей работе, сделал ее качественно. Задняя дверь имеет сколы. Ну, это, судя по всему, когда садился. Да, петли здесь ужасные, с замками. Когда садился пассажир, либо молнии, либо клепками от джинс цепляют. Ну, это стандартно для любой машины. Но, тем не менее, что-то заставляет многих девушек садиться за руль именно этого российского автомобиля. Очень интересно, почему. Потому что я не вижу, честно сказать, ничего такого вот цепляющего даже глаз каких-то интересных форм или какой-то, не знаю, все достаточно дешево, просто скучно, я бы даже сказала. Имеется повреждение достаточно большое. Видать, притерся человек к чему-то, не вписался. Либо это просто следствие того удара, который был в эту дверь. Ну, человек, видимо, решил сэкономить, покрасил эту дверь. А здесь, ну, решил оставить как есть. Нет сильной вмятины, и ладно. Решил сэкономить. Здесь мы видим ту же самую щель, в которой видны саморезы, хлебки. Это просто ужас. Это вот наш автопром. Достаточно большой вместительный бардачок. Сюда влазит и стопка дисков, и какие-то справочники, и всякие разные зарядки, и прочие необходимые в машине. Всякие навигаторы, и все, в общем-то, туда. Единственное, конечно, бардачок большой. Заднее крыло имеет тоже вмятину с потертостью. То есть заднее крыло покраски обязательно. Что можно сказать по этому автомобилю? Вложение на покраску всего автомобиля не принесет выгоды хозяину. Поэтому эту машину проще эксплуатировать и красить там, я не знаю, в каком-то обычном гараже за какие-то минимальные деньги. Она ездит, как бы, и ладно. Но доводить ее до ума нет смысла. Так как продать и окупить эти затраты он не сможет. И хотя Александр не рекомендует вкладывать в этот автомобиль деньги, давайте посчитаем, сколько стоит привести внешний вид машины в порядок. Полная покраска кузова – 80 тысяч рублей. Замена задней блок фары – 2 тысячи. Смотрите далее. Осмотр автомобиля в автосервисе. Какие сюрпризы нас там ожидают? Ирина – мастер-моторист четвертого разряда. В гараже нет такой работы, с которой не справилась бы хрупкая блондинка. Опыт и золотые руки позволяют ей конкурировать с мужчинами в этом непростом ремесле. Ирина, скажи мне, как ты относишься к российскому автопрому? С улыбкой. В общем-то, нормально. У меня как раз год-два назад был такой автомобиль. В общем-то, через тысячу километров или две начало, выбило с альники коленвала. В общем-то, пришлось делать капитальный ремонт двигателя. Коробки передач тоже заодно. После этого год вообще не знал. Не то, что никаких проблем. То есть, абсолютно ничего. То есть, только замена масла, следить за уровнем и расходные материалы. То есть, техника, в общем-то, неубиваемая. Так. Ну, кошмар, конечно. Защита, да, серьезно пострадала. Не то слово. Просто все замято. Вообще, просто жутко. Жабры. Все жабры замяты. Здесь все оторвано. Бамперы есть гнуты, мяты. В общем, ее... То есть, если он преодолевал, не детские. Не закрепили, еще к тому же. Не навязчивый русский сервис. Так, да. Значит, что у нас тут? Вот коробка передач. Подтеки масла. Герметик неоригинальный. То есть, как минимум, ее снимали, ремонтировали. Может, даже она сейчас течет. Сейчас, дай посмотрим. Есть там свежее масло. Подтеки. Да нет, свежего нет. Довольно уже высохшие. Скорее всего, просто уже старое. После переборки осталось. Посмотри, кстати, здесь течь. Ага. Тоже в порядке. Значит, так. Монтировочка. Держи. Давай попробуем. Стоечки качнуть. Нормально? Так. Стабилизатор. Как вкопанный. Паяц с торами. Стулочки. Косточки, так называемые. Стабилизатор. И стабилизатор. Втулки. Порядки. Ну вот. Немножко подправили защиту. Клайва. Ой. Простите. Ну вот. Немножко получше стало. Ну да. Теперь цеплять не будут такие высокие кучки. Так, значит, по глушителю. Глушитель. Прогаров нет. Да, собственно. В общем-то, здесь больше ничего и нет. Крым глушителя. Ну вот здесь небольшая коррозия. Ну пока походит. Амортизаторы. Ну, течи нет. Ну вот. Фирменный звук. Скорее всего от колодок. По правому колесу. Амортизатор не течет. Здесь все в порядке. Торсеная балка. Собственно, здесь даже ничего нет. Нечего смотреть. В общем-то, собственно. Ну вот. Колдун, так называемый. Распределитель тормозных усилий. Он не подтекает. Работает, скорее всего, в штабском режиме. В общем-то, даже все в порядке с данным автомобилем. Никаких криминальных вещей не нашла. Да. Она еще достаточно жива. Да, ей еще жить и жить. Машина пребывает в весьма неплохом состоянии. Так что можно звать владельца и опускать машину. Хорошо. Итак, что же обнаружила Ирина? Нужно поменять защиту двигателя 3000 рублей и устранить течь моторного масла 1500. При стоимости автомобиля в 150 тысяч рублей в него требуется вложить 86 тысяч. Александр был прав. Для того, чтобы выгодно продать эту машину, желательно не делать дополнительных вложений. Илья, к моему огромному удивлению, ваш автомобиль находится в хорошем техническом состоянии. Мы нашли всего лишь подтекание датчика давления масла и замятую защиту. Но ничего серьезного. Поэтому напомните, за сколько вы хотели продать этот автомобиль? Хотел за 150. Но после того, как я узнал, что машина в хорошем техническом состоянии, буду продавать ее дороже. И правильно сделайте. Спасибо вам огромное за участие. Удачи вам с продажей и покупкой нового автомобиля. Спасибо. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.